Вот сейчас мы на улице Рафиева. Данная улица имеет две полосы для движения в одном направлении, но, как правило, первая полоса у нас занята припаркованными транспортными средствами. Вот после вчерашнего снегопада, который вышел, выплат на уличной дорожной сети, вот и сейчас наблюдаем картину, что водители бросили свои транспортные средства получается вдоль проезжей части, а ночью проходила уборочная техника по данной улице. И отвал снега получается не до бордюрного камня, а до данных транспортных средств. И вчера также прошел дождь, и немного снизилась температура. Поэтому сегодня водители вынуждены не просто выезжать с этих мест, а им нужна лопата, которая позволит им разгребсти сначала это место, потому что настолько плотный снег, что ногой у них это не получится. Поэтому водители, получается, вот в такой ловушке оказываются с самого утра. Поэтому рекомендациями, может, какие-то такие, что все-таки после снегопадов стараться вдоль проезжей части свои транспортные средства не оставлять. Хоть оно и разрешено правилами дорожного движения в определенных местах, но все-таки воздержаться. Это все-таки будет полезно и для коммунальных служб, потому что они смогут полностью убирать снег с проезжей части до бордюрного камня. И ширина той же полосы останется в положенном литраже, потому что с учетом отвала этого бывает так, что полностью водители не попадают в свою полосу. Еще хотелось бы также порекомендовать это, как мы сегодня утром наблюдали, все-таки стараться очищать боковые стерква полностью от наледи, потому что, как сегодня показала практика, наши водители очищают только треугольничек, который попадает под боковые зеркала, а дальше начинают движение с наледью, и их обзорность полностью ограничена. Они считают, что во время движения оно оттает само, хотя они понимают о том, что боковое зрение у них всегда будет видеть препятствие в виде этой наледи и ограничить обзорность, например, при повороте направо, при развороте.